Мы не бежим на результат. У нас оздоровительный такой бег. Мы показываем, что мы любим спорт, что мы за здоровый образ жизни. Правильно? Да. Поэтому мы потихоньку бежим по набережной, все вместе. Никто никого не обгоняет, не толкает. Начальник городского управления физкультуры и спорта Сергей Ткаченко инструктировал участников. Дистанция около 3 километров. По набережной, до центрального пляжа, затем на улицу Горького. Финиш на театральной площади примерно через 15 минут. Результат что-то около третьего юношеского разряда. Ксения занимается плаванием в школе Виктория. Решила пробежаться, потому что любит спорт. Отлично! Это вообще сложно, знаете. Ну кому как? Забег прошел в рамках всероссийской акции Stop Speed. Мероприятие открывает легкоатлетический сезон в городе-курорте. Я хотел бы, чтобы вы все влились в эти же ряды и были вот на этих площадках, на спортивных их достаточно много. И защищали честь нашего города. Ну и активно участвовали в спортивной жизни нашего города, города-курорта Анапы, города войской славы. Вы должны быть патриотами. И не только вы, но и мы приглашаем наших гостей участвовать во всех наших спортивных программах, в том числе и в сдаче норм ГТО. На сцене вручали значки ГТО самым юным спортсменам по 3-4 года. Нормативы комплекса разработаны для всех возрастных групп. В руках у Марины золотой значок пятой ступени из 11. Девушка занимается легкой атлетикой в школе Олимп. Мне захотелось с тобой. Мне всегда нравится проходить спортивные испытания, зарабатывать, достигать что-то в жизни. Те, кто не успел сдать нормативы или хотел просто попробовать свои силы, мог сделать это там же на площади. Организаторы надеются, что год от года желающих будет все больше, как и участников общегородских забегов. Продолжение следует...